Нужно вот так мучиться. Большое количество мусоров. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще туда уходит. И вот обратите внимание, как это все должно быть. Второй этаж. Влагу, куча мусора, хороший замок. Но по поддонам и всему остальному я понимаю, что вот так сдали детский сад. Болтается светильник. Это дырка на улицу. Почему дверь-то закрыта на ключ? А колпачки? Вот они, друзья, смотрите. А нумерация квартиры у нас классическая на малярном скотче. Не в каждом бизнес-классе. В случае остановки и лифта волна семь. Пожарных рукавов нет, подрезать не смогли. Слушайте, ну симпатично, молодцы. Но как же без этой было трубы? И вот здесь финский залив. Потом сделаем. Это новый дом. Видим большое количество воды. Отмостка просто гравия накидали. Шикарнейший аквилоновский забор. Она уже вся провалилась. Ну, наверное, когда сдавали, все это было. А потом ветром унесло. Это вот даже не назвать мне, друзья, дорогой. И это все будет лететь и вам в окна. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами на намывных территориях, где 29 января 2024 года аквилон получил разрешение на ввод в эксплуатацию своего аквилон-залив. Идемте смотреть, как застройщик сдал свой объект, а гостройнадзор его принял. Обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Погнали! Гавань капитанов от лидер-группы. Не так давно я обозревал эту многоэтажку. Издалека смотрится красиво, но главное не подходить ближе. Итак, вот она обычная дорога через вот такой чудесный парк без практически деревьев. Их очень здесь мало. Впереди мы с вами видим аквилон-гавань. Вот он такой какой-то безликий. Знаете, больше, честно, издалека он похож на какой-то паркинг, по мне, а не на жилой комплекс. Ну и все-таки намыв это уже лицо города, Санкт-Петербурга, я не понимаю, почему у нас разрешают такие неказистые проекты строить. А здесь должна быть дорога. Соответственно, вместо дороги здесь пока мы видим большое количество песка, хаотичная парковка. С тротуаром здесь какая-то беда. Про безбарьерную среду, похоже, никто здесь не слышал. Вот, обратите внимание, на каком расстоянии здесь асфальт. Почему-то здесь тротуар сразу пошел чуть выше и заканчивается никакой, знаете, такого спуска. Для удобства маломобильных групп населения ничего нет. Ну вот, зато видим сразу же рекламу отдел продаж. Шаквилон-залив, монолитно-каркасные дома, фасад мы видим, что заполняется керамическим блоком, утеплитель, штукатура... А, здесь вентфасад, утеплитель и вентфасад с воздушным, соответственно, зазором. Очень много пыли, обратите внимание на большое количество песка. Это не вопрос, конечно, за строчку, это вопрос городу, который должен здесь заниматься уборкой. Проезжает машина, и за ним такой стол, поднимается пыль. Я уже периодически чихаю, слезятся глаза, весь город, большая такая пыльная долина. Вот сейчас увидим, машина проедет, вот она едет. И смотрите, что за него, вот все уже пошло, 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 пошло. Вот большое количество пыли, а здесь еще и ветер. И это все будет лететь вам в окна, вы этим будете дышать. Классно, да? Сдали комплекс. Для того, чтобы дойти сюда, блин, пешком, это вот даже не назвать мне, друзья, дорогой. Вы только посмотрите, что это вообще здесь такое. Асфальта практически здесь, ну это одно название, когда-то здесь был и давно сплыл. Вот это дорога. Пешком ходить вот так же, нет тротуаров, ни дороги, ничего, все в машинах. И вы только себе представьте, когда пройдет хороший дождь, это все размоет, и все это будет на ваших ногах и на вашей одежде. Смотрите, как ходят люди. Вот просто, чтобы попасть в сторону к дому, о, как нужно идти. Просто шикарно. Только обратите свое внимание, какие здесь ездят постоянно большегрузы, возят туда-сюда, стройматериалы, поднимают клубы песка, которым больше чем полгода засыпали весь намыв, и не только намыв. Могу полагать, что застройщик расщедрился. То ли для строителей, то ли для тех, кто будет сюда приходить, чтобы покупать квартиры в данной новостройке, положили вот такие обычные бетонные плиты, чтобы можно было, а, это, как видите, вовсе заселение. Возможно, к этому знаменательному дню как раз их и положили, потому что вот когда, вот представь, вы ходите здесь, это центр города, намывные территории. Ну, здесь просто, знаете, такое ощущение, что он свалкой. На свалке построили огромный город. Вы только посмотрите, друзья, на эту красоту. Как вам? Вот мы идем с вами по такому кривому бетонной дороге из панелей. Здесь большая груда песка. При хорошем ветре, вот как здесь пыль поднимается, все будет в пыли, все будет в песке. Окна не открыть, дышать нечем. Я вот на это смотрю, блин, почему, знаете, ненормально не подготовиться, не сделать, чтобы было красиво и хорошо. Ну, ладно, знаете, мы этот момент опустим, потому что здесь еще будут делать дорогу. Дорогу делать, не знаю, навряд ли будет Эквелон, он строит дома. Но почему город не смог все это организовать для тех разрешений, которые он поводовал, мне, честно говоря, непонятно. Сейчас посмотрим всю эту новостройку, посмотрим, что же здесь с озеленением, что же здесь с отделкой, с фасадом и всем остальным. Но вот обращая внимание на фасад, ну, по мне он просто какой-то унылый. Почему нельзя сделать было повеселее, не знаю. Но то же самое, как с Форестом в Приморском районе, вот что-то очень все похоже. Итак, плиты, видим, что с данной дома зеленение вообще нулевое. Видим с вами, что вот сейчас раскидывают землю на вот такой, скажем, эко-газон, песок, гравий. Не хватает вот здесь панели почему-то. И здесь, обратите внимание, тоже фасада не хватило. И здесь не хватило. Ну, как-то очень-очень. По мне это странно. Ну, наверное, когда сдавали, все это было, а потом ветром унесло. Понятно, что вас ждут пулевые бури. Понятно, что сюда транспорт не едет. И без своего автомобиля, наверное, все-таки ходить туда-сюда проблематично, чтобы не дышать всей вот этой радостью. Видим, вот такой они подготовили газон. Местами здесь засыпано все песком. Здесь мы тоже видим, что не хватает почему-то фасадных панелей. И торчит тут теплитель. Но зато можно будет посмотреть, как они его смонтировали. А здесь такой временный склад, где парковки. Ну, я не знаю, похоже это вообще на данный объект, друзья, или нет. Напишите в комментариях. Здесь мы видим плитку красивую, которую не смогли нормально уложить. Она уже вся провалилась. Поребрик так же пошел весь волной. Вон, смотрите, как старая, новая. И вот здесь такое соединение, чтобы точно знали, что вот это новая. А вот это старая плитка. Так, здесь у нас земля в перемешку с камнями, с песком. Семян травы я здесь не вижу. Но зато вижу, на фасаде отсутствуют панели, грязные козырьки, грязное стекление, трещины на фасаде, оголенные провода. Плитки закреплены при помощи кляймеров. Вот здесь она держится хоть крепко. Подрезка, все в лучших традициях аквилона. Почему нельзя сделать ровно сразу, я вот, честно говоря, не понимаю. Здесь мы видим, что тоже планки не хватило. Трещины на стеклопакете. Утеплитель вроде нормально, но что-то, знаете, как-то утеплитель волной идет. Такое ощущение, что и стена идет волной. То есть вот здесь он так выпирает. Здесь вот уже, видите, такой мостик есть. Площадка там вглубь уходит. Странно, конечно. Дверь на УСБ держится. Здесь тоже плитки не хватило. Интересно, конечно, то, что сданный дом примыкает. Такое ощущение, что к незданному паркингу надо посмотреть в разрешении, был ли там паркинг. То, знаете, как часто бывает, что дом мы сдали, а подвал мы типа не сдали. Хотя подвал это единое целое с вашим домом. Здесь тоже мы видим все в песке. Естественно, это насыпные, как их еще называют, жители Васильевского. И не только жители. И здесь, соответственно, весь финский засыпали песком. Кривой и косой забор. Понятно, здесь его, скорее всего, никто не видит. Поэтому вот все вот так. Люди идут по этому песку. Нет слов, конечно. Обращаю внимание, что здесь все для людей. Интересно, как он тут на автомобиле хочет съехать. Тут, если только на бронетранспортере или на танке проезжать. Обращаю ваше внимание на этот настоящий, шикарнейший аквилоновский забор. Вот, знаете, друзья, у меня такое ощущение сложилось, что они со всех своих строек самый убитый металл привезли именно сюда. Чтобы это можно было лицезреть. А вот видите, дальше идет серенький. Можно было вот так покрасивее сделать. Но, видимо, не судьба. Вот дальше открытый обычный строительный забор. Если его ровно поставить, то будет смотреться все иначе. Не знаю, это территория аквилона, либо это, возможно, гордая территория. Ну, здесь, конечно, кто за это ответственность совсем не был подготовлен к тому, что людям начнут передавать колючи от этого прекрасного жилого комплекса. Входная группа или заезд. Тротуар обрывается. Он, знаете, так очень в пропасть падает. Вот, стихийная парковка. Здесь мы видим с вами прекраснейшее озеленение, как на рендерах застройщика. Земля, провалы, трава. Ну, вот, все как нужно. Все уже в ржавчине. Сдали два месяца назад. По-настоящему закрытая территория. Не дай бог приедет МЧС или скорая, даже они не смогут проехать. Вы только обратите внимание на этот шикарный замок и его цепь. А до этого, похоже, все на веревочке держалось. Идем с вами. Ну, уложили плитку, знаете, чтобы просто было. Здесь плитки не хватило. Здесь есть кривая косая земля. Отмозка просто гравия накидали. Фасад грязный, ничего не отмыто. Видим бетонные перекрытия тоже нет, ничем не закрыто. Ржавые все ограждения. Здесь мы видим, что вообще никакой нет отделки. У приямка здесь должна быть хотя бы какая-то кровля, профнастил, что угодно, что они применяют. Его тоже здесь нет. Если обратить внимание вниз, то видим большое количество воды. И, к сожалению, не видим, куда она должна уходить. То есть она будет сама испаряться. Возможно, для этого здесь ничего не смонтировали. Здесь есть обшивка двери временная. Для чего она еще осталась со сдачей, непонятно. Ну, если обратить внимание на фасад, то мы тоже с вами видим, как прекрасно все подпилили и сделали. Молодцы, 5 баллов. Ровнее только, наверное, не они. Даже брусчаточку не могут, знаете, ровно подпилить, чтобы не было вот таких просветов. Раз, вот так она заканчивается. И вот мы идем сюда. Здесь у нас перила лежат. Потом сделаем. Это новый дом, ничего страшного. Через год, через 10 лет, Андрей, приезжай. И здесь уже все будет хорошо. То есть перила, наконец-то, приварит кто-то. Жители, наверное, сами. Или управляющая компания. Да, вот видно, да, что сверху ничего нет, но должно быть. И вот здесь финский залив. Но воды здесь 20 сантиметров, мне кажется, точно есть. Дверь, обратите внимание, как. Вот специально еще немножечко воды, и она, похоже, в подвал туда потечет. Фасад. В каждом фасаде вот должна вот так торчать арматура. Так должно быть. Все согласно проекту. Видите, какая красота. Отмыли, готовы. Сдача. Здесь тоже чего-то не хватило. Но это нормально. Аквилон. Значит, что вот это такое? Это куда-то там колодец. Почему это вот так, друзья? Кто знает? Почему здесь канализационная труба? Почему здесь кусок опалубки? С комплексом, получается, граничит строительный городок. О, друзья, это спортивная площадка от застройщика. А вы только обратите внимание, как можно было все круто сдать. Вот она. За ленточкой, которая уже на солнце сгорела, то есть поставили давно, арматура, песок, гравий, все как надо. И скамеечка. Чтобы развлекаться. Мы видим с вами ноу-хау от застройщика. Это самое шикарное и лучшее отмозг. Это перемешанное гравий с песком, через которое точно не пройдет никакая влага. Точно не пройдет. Непонятно, где какой подъезд, где вход. Вот только, знаете, понимая, что вот здесь на принтере они распечатали номера квартир, 13-й корпус. Все. Входная группа, это лицо жилого комплекса. Козырек не отмыт, фасад не отмыт, ничего не отмыт, стекла не отмыты. Начинаем с вот это, что вообще за наскальные надписи. Табличек, что ли, нет? Я вот это понять честно не могу. Тут открыто, ну хотя бы ручки держатся. И даже непонятно, почему нет системы допуска. Заходим. Здесь уже отделка симпатичная, друзья. Здесь тепло, красивые ящики. Алюминиевая дверь закрылась, потому что на улице очень холодно. И прекрасная труба. Ну как же без этой было трубы? Ну это же проект, шикарный проект. Ну вот сами как считаете, нормально вот так при входной группе? Дети пойдут поиграть, что-то перекроют. А что перекроешь, вообще непонятно. 13-й корпус, напомню. Ящиками разобрали, все хорошо. Ширина коридора неплохая, но это коридор. А колпачки снять забыли, так и надо. Доводчик уже, соответственно, сняли, потому что неудобно постоянно ходить. Эту дверь открывать она будет бахать. Для чего вот эти все нагромождения делать тоже непонятно? Заходим. Ну слушайте, ну симпатично, молодцы. Сделали симпатично внутри. Красивая отделка. Такие беленькие панели. Черный грязный уголок, который нужно было отмывать. Два лифта, грузопассажирский и пассажирский. А светодиодное освещение, неснятые колпачки пожарных датчиков. Вот здесь панно очень красивое в виде волн. Ну очень круто, так дорого. Холл вроде ничего. Здесь даже есть кнопки вызова лифтов. Даже есть указатель, что этот на ремонте уже только сдали. Боятся, что видно сломается. Этот хоть функционирует. Здесь мы с вами видим прекрасную дверь. И для того, чтобы не видно было, что там, вместо стекла, стеклопакета, здесь вот куски арголита. А это у нас, друзья, выход на лестничный марш. А как можно об этом узнать? Где указатели? Нет указателя. Смотрим. Два стальных радиатора. Здорово. А что с трубами-то? Почему это все было? Нельзя нормально хотя бы окрасить. Сделать их ровно, вот так, под 90 градусов. Зачем? Ну это так нормально. Мы сдали, вы главное покупайте. И вот это что? Ну монтировали. А почему вот это не сняли? Это я что ли должен делать? Кто это должен делать? С уголками, конечно, здесь подрезать не смогли. Запенили все пеной, как-то подрезали. Подчистили. На внешний вид, конечно, такой. Итак, не дай бог пожар приедет МЧС, нужно тушить. Открывают. А здесь пожарных рукавов нет, муфт нет. Открываем здесь. И здесь аналогичная картина. Зато вот есть какая-то инструкция к огнетушителю. Ну и ящики хотя бы не до конца погнутые. Смотрится неплохо. Вызываем лифт и едем на самый верх. Лифт мы видим с вами на четвертом этаже. Поехал вниз. Это удобно, когда вот есть указатель, на каком этаже лифт. Потому что если, например, понимаешь, что будешь ждать долго, можно и пойти пешочком, к примеру, вниз. Сим-Сим, откройся. Открываются двери. Лифт у нас вот так. А если вдруг нужно, вот здесь рация есть. Тринадцатый этаж. Алекса лифт, друзья. Двери белые. Нет, эта пленка не белая. Обычный строительный вагончик. Но скажу сразу, что здесь тоже обшито. Неплохо. Не как обычно из каких-то кусков. Есть правила пользования лифтом. И смотри, в случае остановки лифта волна 7. Громкость. Нажать на кнопку. Сообщить об остановке лифта. Отпустить. Друзья. Ну, это получается лифт не введен в эксплуатацию тогда, да? Вот здесь должен быть номер телефона. Эксплуатирующая организация, куда я должен позвонить для того, чтобы меня вытащили из этого лифта. А так получается у нас вот рация на двух саморезиках, чтобы вот эту бедную несчастную никто не украл. Класс. А табло смотрится красиво и современно. Выходим. Потолки не такие высокие. Какой этаж, фиг поймешь. Здесь у нас управление лифтами. Не понимая, почему они не могли это сделать заподлицо со стенкой. Обратите внимание. Вот штукатурка. Наносили, окрашивали. А, нормально. Потом снимем. Все будет хорошо, наверное. Из плюсов. Не в каждом бизнес-классе мы видим, на каком этаже находится лифт. Не только на первом, но и на последнем. Бизнес-класс. Никакого указателя вообще нет. По мне это странновато для бизнес-класса. Здесь, знаете, ощущение, что забыли электричество провести. Это сделали вот так. Смотрите, как красиво, друзья. Нормально? Нравится вам? Я вот этого, честно говоря, не понимаю. Как нужно подписать? То есть, такое ощущение, что каллиграфа наняли. Или каллиграфиста, как правильно. Который вот так красивенько написал, где какая квартира, чтобы понимать. Почему нельзя сделать красивые таблички. А здесь коллекторная. Открываем. Слушайте, ну здесь можно своего бомжа завести. Места много. Немного есть мусора. Почему-то не хватило стяжки. Провода. Счетчики на тепло. Санекс. Сброс воздуха. Вот инструкция есть. Поэтажный коллектор. Все у нас скотче прилеплено. Ну, можно было, конечно, все это сделать. Здравствуйте. Намного аккуратней. Ну и вот здесь тоже, да, вот непонятно. Вот 90 градусов вот так. Они почему-то наискосок сделали панель. Тут подмазали, не забыли подкрасить. И вот все это выглядит в таком виде. Ну, давайте пройдем вот сюда посмотрим. Здесь уже обычная металлическая дверь. Здесь закуток. Знаете, такое ощущение, что проект, где должен был быть еще с 90-х двухтысячных годов мусоропровод, ну, просто его уже не монтируют, а вот это место под него забронировали. Заходим. Нумерация квартиры у нас классическая на малярном скотче. Звонки на низком уровне, считай, это хорошо. Отделка даже неплохая, если бы здесь не было наскальных каких-то порезов. Света, по мне, маловато. Вот здесь всего лишь одна лампочка горит. Потолок очень низкий. Вот я, видите, камеру поднимаешь, уже все. А колпачки, вот они, друзья, смотрите. Он вот так снимается, демонтируется и монтируется. Ну, застройщик пусть делает сам вместе со своей управляющей компанией. Это его, соответственно, работа. Поворачиваем налево и здесь почему-то уже выше. Почему так происходит, я, честно говоря, не понимаю. Здесь вообще катакомбы. Нет никакого указателя, где какая квартира, но зато вся номерация на прекрасном малярном скотче. Спасибо, что хотя бы когда идешь, включается свет. Квартир много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять и еще туда уходит. Итак, все аналогично, пожарных рукавов нет, муфт нет, зуммер работает. Здесь, полагаю, аналогично. Ну, видите, тоже красили, вместе все покрасили. Непонятно, как они вообще могли его сдать, почему этого ничего здесь нет. Кто ответственный за пожарную безопасность, тоже почему-то нет. Идем с вами, друзья, дальше по коридору. Система оповещения при чрезвычайных ситуациях. Еще одна коллекторная. Давайте посмотрим, если открыто. Да, тут тоже все открыто. Здесь вода. То ли они проверяли что-то, чтобы работало. Но тоже счетчики. Фу, здесь мочой пахнет, друзья. Большое количество проводов, но они никуда не запитываются, хотя могли все показания сдавать автоматически. Двери обычные, с одной классической китайской ручкой и замком. Тут настоящая катакомба, можно на самокате или на велосипеде кататься. Трещина уже. Ну, правильно, только сдали, уже нормально. Вот, смотрите, можно выйти на переходной балкон. Но вот, чтобы вот его найти, реально надо здесь ходить. Обращаем внимание, что вот здесь не смогли понять, как смонтировать потолок. Не направляющих. Вот они, видите, все закончились и все. Радиатор отопления, он так и должен быть в упаковке. Это вот все по, соответственно, проекту. Когда госкомиссия принимала, видно, что смотрели именно проекты. По проекту он должен быть в упаковке. Нет слов, конечно. Вот это тепло-шумоизоляция. Ну, все здорово, хорошо. Почему не закрыть, почему не сделать красиво? Значит, выходим. Ограждающая конструкция держится крепко, но мы видим, что она ржавая. Знаете, вот она какая-то бушная, блин, она реально бушная. Она вот просто не крашеная была. Либо ее окрасили, она лежала, я не знаю, сто лет в обед в каком-то подвале. Сверху мы видим паркинг, сверху мы видим соседний литер, по которому он ходит. Видно квилоновцы в белых касках. И говорят, да блин, все классно у нас, ребята, давай быстрее выдавай ключи. Дом сдали, молодцы. Здесь осталась пленка, чтобы узнали, что панели шли из завода новые, и что вот ее потом можно так посрывать, кому это нравится. Здесь мы видим, что, обратите внимание, видите, друзья, да, не хватило, не хватило, не смогли рассчитать и красиво сделать. И при этом то ли плитка под углом, то ли монолитные перекрытия криво, потому что с улицы получается чуть меньше расстояние, у дома чуть больше. Ну и, соответственно, вот здесь аналогично, видите, тоже не хватило. Вот, не хватило плиточки. Ну, хотя бы планочка, если не просто дырка. Да, внешний вид, конечно, такой красивый. Как вам? С высоты 13 этажа переходного балкона можно лицезреть этот прекрасный двор. Все для людей, все для жителей. Обратите внимание, какое прекрасное зеленение. Виден газон, кустарник, долгоиграющая трава. Посмотрите, какие елочки, высокие деревья. Но все соответствует рендерам застройщика. Ведь дом этот сдали, он получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Значит, все согласно проекту. Поворачиваем голову в другую сторону. Ну и здесь вот, смотрите, друзья, аналогично. Ну вот, зато видим утеплитель. Видим, что он смонтирован с расстоянием где-то сантиметр. Чтобы как раз были мостики холода. Это все по проекту. Вот даже железо не смогли нормально закрепить. Все вот почему-то как-то у них не получается. А зато вот здесь есть такая трубочка. Наверное, с нее водичка капает при дожде. Ладно, посмотрели переходной балкон всю эту красоту. Выходим с вами на лестничный марш. Ну вот здесь, смотрите, они оштукатурили. Вроде, да, знаете, штукатурка ничего. Но зачем было светильник оштукатуривать? Значит, так по проекту. Зачем дверь нужно было штукатурить? Значит, тоже так по проекту. Что все окрасили вместе и двери, и светильники, и все на свете. Ну вот дальше вот так смотришь, что же. Вот они типа карты мира делали, но как-то все... Там светильник, знаете, уже он такой все. Типа я ухожу отсюда, спасите меня, заберите из аквелона. Я вот прям слышу его голос, друзья, смотрите, ну бедняжка, просто бедняжка. Ограждающая конструкция, господи. Держится очень крепко, никакой вибрации. Если бы окрасили бы черной краской, бы все отмыли, ну блин, круто было бы, молодцы. А так все заляпано краской. Все. Ну вот смотрите, ну что это такое? Он здесь висит просто вот на клейме и два проводка. Да? Да, друзья, он просто болтается. Здесь у нас плинтус из плитки. Все в грязи. Тут у нас плинтуса не положено. Спускаемся на этаж ниже, посмотрим его. Господи, даже браться ни за что не хочется. Вот тут перчатки, футболки. Хорошо, что хоть носков нет. Но аналогично, это новая тенденция, все согласно проекту. Весь металл должен быть ржавый, это придает ему определенную брутальность. Я просто сразу не понял, извините, пожалуйста, меня. А здесь у нас, смотрите, о, как ровно-то, господи, как ровно все. Какой шикарный проект, господи, а я там наговариваю что-то на них. А здесь аналогично все. Не хватило. Здесь они зашить забыли, смотрите. Под гипсокартон сделан, но зашить забыли. То есть он был, видно здесь стекло, такое ощущение. То, что он по ощущениям такое, что намокало. И, соответственно, сдали, и все нормально. А здесь уже лампа, она вся в малярном скотче. Скотч снимать не надо, пошла шикарная трещина. Не успели сдать, а уже капремонт просится. Но здесь без ограничителя, друзья, без ограничителя двери. Тут еще и дверь закрыта, офигеть. Без ограничителя двери, естественно, вот такие будут дырки. Прикольно. Вот у меня вопрос к вам, к Аквилону и к вашей управляющей компании, которая приняла этот дом. Пожар, задымление, и людям надо выйти. Им что, стекло здесь надо разбивать? Почему дверь-то закрыта на ключ? Почему она закрыта на ключ? Смотрите, поворачиваю ручку, дверь не открывается. Все. Все задохнулись и умерли. Вот знаете, слов нет. Слов нет. Вот тут тоже. Монтировали, что-то сломали, штукатуркой подшаманили, а красить забыли. Ну пойдемте. Господи, пленка летает. Еще на один этаж вниз спустимся. Здесь, смотрите, светильник аналогично висит. Красота. Он спустился ниже, чтобы снять этот прекрасный светильник. И что я здесь увидел, друзья? Видите свет между перекрытием и дверью? Это дырка на улице. Другого слова у меня нет. Тепло будет все уходить туда, сдувать будет снег, влагу и все остальное. Вы за это платите. Не успели сдать дом. Вернее, только сдали дом. Только начали выдавать ключи. А уже нужно оставлять заявки на гарантийный ремонт. Настоящая красота новостройки. Вы только посмотрите. Как можно было вот это все не отмыть? Вот здесь тоже свет. Похоже, это у них нормально. Это у нас получается 11 этаж. О, здесь добавились штукатурки. Здесь еще ее целая куча. Здесь аналогично не хватило плитки. Тут уже бетон торчит на проволоке. Все по проекту. Здесь аналогично. Дверь, коридор. Господи, что ж тут такое было? Вот здесь тоже, смотрите, гипсокартон демонтировали. Арматурку забыли. Не зашито ничего. А потом сделают. Зато видим реклама. Прадо стальной панельный радиатор. Ну что, как вы считаете, открыта дверь или нет? Пробуем. Раз, два, три. Закрыто. И здесь закрыто. Срочно звоните в МЧС. Срочно. Не дай бог. ЧП. Спускаясь на 10 этаж, здесь мы видим что? Во-первых, вот так же на проводах висит, болтается светильник. Здесь мы видим три провода. Возможно, они под напряжением выходят из такой дырения стены. Вы как считаете, так должно быть, друзья? Ну раздали, значит, все по проекту, правильно? Я это так воспринимаю. Все в краске. Здесь аналогичная ситуация. И вот знаете, ощущение, что они потом пришли и это все раздалбливали. Вот он тоже так же висит. Здесь все в проводах. То есть они походу что-то тут расковыряли и искали именно те провода, которые нужны были для светильника. Да, запах краски, запах пыли. О, а здесь смогли. Если бы еще отмыли, можно было единицу поставить. У меня, конечно, друзья, нет слов от того, что я вижу. Вы только представьте, что вы в салон пришли, приобрели новый автомобиль, а вот он весь вот такой. В дырках из панели торчат провода, руля нет, колес нет. Вам говорят, а что вы хотите, это же новый автомобиль. Мы его только сделали, привезли вам, радуйтесь, принимайте. Эвакуатора платите отдельно, а мы потом вам все доделаем через год, может быть. Я нахожусь на каком-то этаже, мне непонятно, потому что нет никакого указателя, ни этажности, ни квартир. Открываю дверь, которая вся в краске. Ограждающая конструкция тоже вся ржавая. Буду пытаться пройти в общий коридор, если здесь, конечно, открыто. Ну что, открыто или закрыто? Делаем ставки, господа и дамы. Ну-ка, раз, два, три. Закрыто, смотрите, закрыто, друзья. Закрыто. Непонятно. А как людям спасаться? Вот тоже, да? Дверь до конца не закрывается. Улица видна здесь, улица видна здесь, улица видна. А что это такое? Она просто закусывает и заедает. Ну, тут малярный скотч остался на ручке. И здесь, и с этой стороны. По проекту видно. И вот такая разруха по всему лестничному маршру. Пишите в комментариях, какие ваши ощущения, впечатления от увиденной сдачи объекта. Спустился практически на самый низ. Вот эта шикарная дверь. Здесь километры провода. Все так и должно быть. Это же в проекте. О, видите, слаботочка оголенная. Ну что, пытаемся выйти? О, открыто. Мне повезло. Мне реально повезло. Видно, что люди вот так проходят. Вытаптывают газон. Хотя это нельзя назвать газоном. По мне, это просто груда привезенной грязи. Ну что-то вот семян сверху не видно. Травы. Еще одна входная группа. Тут у нас закрыто что-то скотчем. Так и должно быть. Здесь все в проводах. Где-то, наверное, когда-то что-то подключат. Здесь уже все такое беленькое. А, это у нас выход на лестничный марш. И в коридор, где, вот видите, провода висят. Что-то плитки здесь не хватает. Очень интересно. Вот я, знаете, на стройку попал. Как можно было вот это сдать? Как? Временное электричество. Просто слов нет. Я, честно, в ужасе. Потолок еще не смонтирован. Все в грязи. Как? Вот сами, друзья, смотрите. Ну, вот как такое возможно? Почему можно сдать дом и вот в таком состоянии все? Тут как гостиница вообще какая-то. Входная группа. Ну, вот тут большой тамбур. Ну, ничего не доделано. Все в проводах. Да. У меня, знаете, какое-то дежавю. Как вообще? Как такое возможно? Новостройки нашего городка. Дополнительное оборудование. Двери. Провода. Здесь в дальнейшем должен быть пожарный щит, которого нет. Одни вопросы. Одни, друзья, вопросы. Лестница наверх. Все тоже в грязи, ничего не отмыто. Провод. Леса. Или это от козлика. Второй этаж. Оголенные провода. Беленькая. Вообще непонятно, что это такое. Куда я вообще попал? А, это я в детский сад попал, друзья. Вот так сдали детский сад. Да? Давайте посмотрим документы вместе. Может быть, он просто не сдан. То-то я и смотрю, что здесь необычные лестничные маршиеры. А так сразу и не скажу, что детский сад. Что все сделано для детей. Идем с вами дальше. Мы, друзья, по территории. Здесь тоже видим прекрасное зеленение. Закрытую территорию. Не провалившуюся брусчатку. Также мы с вами видим отмазку из гравия. Гофру торчащую. Возможно, там электричество какое-то должно быть. О! Ну и, конечно, как же можно было сразу люк не закопать. Конечно, надо его закопать в толще земли и глины. Второй люк также закопать. Ох, нет слов. Смотрите. Как так? Но по поддонам и всему остальному я понимаю, что специально положили строители, чтобы не намочить ноги. Куда должна уходить вода? Да никуда. Никому ничего не надо. Ну и вот оно, зеленение, друзья. Смотрите, прекрасно. Большие деревья, елки, кустарник. Все, как мы любим. Все, как на рендерах застройщика. Что вы ожидаете от входной группы нового дома? Деревья, кустарник, детские площадки спортивные. И не только это. А также вот такие большие катушки, чтобы ваши дети по ним бегали и прыгали. Ах, лучшие арт-объекты в этом ЖК. Входная группа. Здесь вот, смотрите, почему-то нет тротуара. То есть нужно по будущему газон уходить, если он, конечно, здесь будет. По-настоящему закрытая территория вот на такой хороший замок с цепью, чтобы уж точно ни скоро, ни МЧС не смогли заехать. А тем более не смогли выбраться жильцы. У нас мы видим приямок. Это в паркинг. Надо будет только вот посмотреть, сдан он или нет. Но вот здесь мы видим тоже влагу, кучу мусора и подоны. Ну, там все в воде. Как же по-другому? Без воды никуда. Здесь даже есть кустарник. Ну ничего себе, смотрите, какая красота. Хоть здесь они смогли что-то посадить. Правильно. Куда нужно намотать кабель? На светильник. Там ему и место. Лучший жилой комплекс по озеленению. Таких классных елок и деревьев с такой зеленой травой и кустарником я еще нигде не видел. Это лучший проект, который можно приобрести на Намыве. Входная группа. Здесь мы видим такую большую скамейку, чтобы можно было посидеть, отдохнуть. И тоже есть урна. Но вот она такая стилизованная под бочку. Отпилили половину. И, соответственно, сюда мы закидываем мусор. Какой это подъезд, непонятно. А, извините, извините. Есть указатель. На формате А4 распечатан на принтере и прилеплен на скотч. 14-й корпус, 2-я секция и квартиры. 13-й этаж и нумерация квартиры есть всего. Простите, простите. Сверху видим, что отколота плитка. Это, скорее всего, полагает для лучшей вентиляции. О, а тут дверь закрыта. Дождите, это здесь, что ли, надо проходить? Здравствуйте. Прошу. А я еще буду здесь показывать. Значит, не положено нам с вами проходить через подъезд. Только через лестничный марш. Это же новый дом, сданный. Вот здесь пена видна, чтобы вы точно знали, что они потратили целый баллон. Идем. Вот здесь сразу видно, как строители протоптали весь мусор и краску, стукатурку. Все запенили по этому маршу. О, чтобы минимизировать теплопотери, здесь вот специально вот такой материал положили. Прекрасные мешки с мусором, вениками. Вдруг кому-то надо. Большое грязное окно. Мыть? Нет, не надо. За ваш счет. Здесь тоже стекло. Второй этаж. Класс. Здесь уже теплее. Тоже большое грязное окно. Пленка еще есть на подоконнике. Вот здесь такая прекрасная дырка с проводами. Здравствуйте. О, смотрите, а здесь электросчетчики смогли вот хотя бы бумажки приклеить, распечатанные на принтере. Но почему-то, знаете, счетчики немножечко не попали в окошки. Нужно было чуть выше и правее монтировать. Ну что, друзья, людям выдают ключи. Проверим пожарную безопасность. Ого! А здесь есть и рукава, и есть даже огнетушитель. И вот обратите внимание, как это все должно быть. То есть здесь это есть, а в какой-то 13-й, кажется, был первый подъезд. Там почему-то этого нет. Ну-ка, зуммер-то работает. А вот пожарная сигнализация, что-то у меня ощущение, что и сама не работает. Потому что зуммер не горит. Ну, либо зуммер неисправен. Как считаете, вы, друзья, работает или нет? Ну, вот здесь тоже, видите, все подключили. Потом, видно, перенесут туда. Или там украли. Двери вот на такую пластинку держатся, чтобы не мешали. Есть забрало. Кстати, даже нормально смонтировали. Грех придраться. Заходим. Здесь уже такое ощущение, что что-то отмывали. Почище. Так, свет включайся. Экономим на электричестве. Одна лампочка. Неснятые защитные колпачки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, слушайте, печально смоется коридор. Света очень мало. Все очень не тускло. Ну, понятно, да, что этого освещения хватит. Но хотелось, чтобы было чуть поярче. Двери. Вот знаете, такое ощущение, что двери. Поставили бы немножко другие двери. Или хотя бы панели бы на них были декоративные. По мне смотрелось бы все намного более интересно. Тут даже закрыто. Ну, как-то нет ощущения нового товара, нового изделия, нового дома. Вот у меня нету. Есть два лифта. Один стандартный на ремонте, чтобы строители не убили. Второй грузопассажирский. Вызываем лифт и поедем с вами на самый верх. Грузопассажирский лифт расположен так. Ну, тут ни баннера, ничего. Недобро пожаловать домой. Тринадцатый этаж. Алекс лифт. Смотрится панель красиво, современно. Двери закрываются. Ну, вот здесь тоже из плюсов, что хотя бы это все целиком. И, то есть, знаете, в таком в одном стиле сделан строительный вагончик на черных саморезах. Ни из кусочков, ни из остатков ламината, там, линолеума и всего остального. А, какой прекрасный звук. Уже пора оставлять гарантийные заявки. Ну-ка, что здесь? О, АЛ20425. Это серийный номер, похоже. А что не сняли-то? Чтоб точно все видели, что это от него. Тринадцатый этаж. Вот здесь кто-то запитался от чужого электричества. Здесь аналогичная дырка в стене. И вот у нас торчат оголенные провода. Ну, так по проекту. Для того, чтобы, знаете, окна очень большие. И люди, похоже, жаловались, что света много. И поэтому решили вот так панелями от Технониколь. То ли стекла нет, то ли это не... В общем, непонятно. То ли стеклопакета нет, то ли это вот так. И отсюда, конечно, прекрасный вид. На вот эту всю новостройку, на строительный городок. Сверху можно смотреть, что точно. Ну, вот здесь есть кабель внизу, биотуалет. Вагончики, где строители живут, под Дону. Там целый ряд биотуалетов, чтобы очереди не было. Соцобъект, который... Ну, я не знаю, может быть, то, что обед они, конечно, не строят. Но на стройке очень мало людей. На стройке, конечно, здесь особо порядка я не вижу. Хотелось бы... Ну, мне бы лично не хотелось бы приобрести новостройку и смотреть на строительный городок. Но зато отсюда хотя бы виден финский пока что. Не знаю, дальше засыпет или нет. И вот там виден песок. Ну, вот на воду, друзья, смотрите. В центре кадра как раз вот такая темненькая полосочка. Это, похоже, от песка, которая разносится по Финскому заливу. Управление лифтами вот здесь. Ну, так же, как мы видели, они такие громоздкие, эти ящики. Были бы они в стенках, смотрелось бы поинтереснее. Знаете, вот вроде все даже концепция, задумка неплохая. То есть отделка даже вроде. Ну, не хватает порядка, не хватает, чтобы это все было доделано, достроено. Знаете, такое ощущение, что вот проектировщики проектируют для себя, строители строят для себя, принимают для себя, и в итоге не могут никто скоординироваться. Получается, вот все сдали, вот это же понятно, потом высверливали. Почему провода вот их окрашивали вместе со стенкой? А, нормально. Сдали, и все. Ну, видите, как смонтировали классно, что даже свет виден из шахты. Здесь у нас можно посмотреть, что здесь внутри. Какое-то забрало сюда поставить, просто не судьба. Это для обслуживания. Ну, что у нас есть тут, интересно, рукава? О-о-о, ну, что ж такое? И тут и есть, а там нет. Странно. Зумер аналогично. Вот он, внизу красненькая лампочка должна мерцать. Это говорит о том, что он работает, но так как она не мерцает, могу полагать, что она не работает. Двери, кстати, нормально смотрятся, пока нигде не видно ржавчины. Забрало нормально смотрится, ничего не отваливается. Или даже на одинаковые саморезы закрепили. Здесь аналогичный коридор с большим количеством квартир, небольшим количеством освещения и запахом пыли. Отмывать, конечно, здесь еще отмывать, но хотя бы чище, чем в другом месте. Здесь, кстати, видно, что они мыли, но все-таки плитки не хватило. И там еще, видите, какой-то мусор. Так и должно быть по проекту. Выходим с вами на лестничный марш. Здесь оставили скотч. То же самое, что мы видели, все в грязи. Ну, все. В этом здесь больше смотреть пока, друзья, нечего. Посмотрим, где-то, может, приемка квартиры идет, чтобы можно было посмотреть, что же там с квартирой. Пускаюсь по лестничному маршу, не понимаю, почему. Здесь такая щель. Вот этаж ниже, конечно, не видно, но что-то как-то мне это не внушает доверия, почему нельзя было нормально сделать, ну, хотя бы как вот так. Как считаете вы? Спустился на пару этажей ниже. Ну, вот здесь аналогичная конструкция, только проводов стало больше. Специальные окошечки. Есть даже нумерация распечатанная на принтере, приклеена. Почему было не сделать, чтобы они были чуть выше, чтобы это было удобно и комфортно, я честно не понимаю. Вот тут нормально. Этот хотя бы сюда нужно было подвинуть. Ну, вот это, конечно. И вот этот тоже не смогли, не получилось. О, ну, здесь молодцы. Так, надо найти, друзья, спуск в подвал. Интересно посмотреть, что же у них там внизу. Так, лифт. Пойдемте пешком, тут невысоко. Вот Олька говорил, что нужно было покрасить, и все будет классно. Но красит здорово. Но обращаю внимание, что красит прямо по грязи. Никто это не отмывал. Адгезия будет плохая, и краска будет со временем просто отваливаться, и это будет трындец. Молодец, аквилон. Все для жителей, для своих клиентов. Красавцы. Ну, черный смотришь, черный смотрелось бы, все намного лучше. Также, если бы это отмытый был бы марш, было бы тоже лучше. Могли бы все зашлифовать, чтобы не было грязи, побелки, всего остального. И тоже было бы нормально. Но почему-то это сделать было не судьба. Хотел вам показать и минус первый этаж, и первый. А туда не едет. Его отключили, друзья. Вот так вот. Вот так вот. Нормально, да, сдали? В паркинг не спуститься. В подвал. Холл не посмотреть. Таскайте стиралки, технику, мебель через второй этаж. Спасибо, аквилон. А если прогуляться нам с вами по отмоз... А, так вот, слушайте, ну-ка. Тут вообще какая-то у них мастерская. А, тут еще провода оголенные висят, друзья. Боятся, наверное, чтобы никого током не убило. Хотя странно, в подъездах везде это есть. Идем с вами по гравию. Здесь мы с вами видим утеплитель. Две трубы. Большое количество мусора в приямке. Вот кто его потом будет вытаскивать, непонятно. Смотрим еще с вами один приямок. А здесь сверху, смотрите, с землей его так подсыпали. Ну, типа, знаете, как могилку. Так сверху ее присыпали. Ну, и по-нормально ничего и нет. Вот какая-то гидроизоляция уже вся подходила. Камера, повернись. Здесь подходила. Ну, и здесь нет никакого козырька. Пусть вода льется прямо туда. Здесь хотя бы есть плитка. Разбитый стеклопакет. Еще одна входная группа. Видим, что недоделанная. О, сюда можно зайти. Итак, друзья, смотрим. Почтовые ящики. Большое количество грязи. Висит светильник светодиодный. Все красиво, хорошо. Дырка у нас на потолке почему-то осталась. Некрасивый черный кабель, который все портит. Поворачиваемся сюда. Здесь тоже есть какое-то потайное отверстие. Здесь тоже есть потайное отверстие. Никакого здесь коврика. Никакой уборки. Видим, что здесь еще какие-то ремонтные работы. Аналогично два лифта. Такая же отделка. Красивый вот этот понос. Светодиодные лампы тоже смоется красиво. Но если бы сразу все сдавали, все было бы доделано, было бы совсем другой вид. О, здесь даже обратите внимание, в отличие от первого места, что мы смотрели, есть пожарные рукава. Ну, нет огнетушителя. Наверное, не положен. Вот тоже взяли, поставили. А почему ничем не закрыли? Было бы еще бы интерес. А сеточка какой-нибудь, к примеру? Тут тоже не хватает забрала, как я это называю. Ну, провода. Есть и оголенные. Да, оголенные все. Так и надо. Главное сдать. И с вами отсюда можно выйти на улицу, получается, если открыто. О, тут открыто. Здесь мы видим, что уже на плитах стоит большое количество автомобилей. А, так я здесь отсюда и шел, да. Слушайте, ну у меня, конечно, нет слов, когда я вот это все вижу. Вот даже, знаете, нет желания в квартиру заходить. Не понимаю, почему вот так утеплитель, почему он вот этот не на грибках вообще, чтобы не было никаких промерзаний. Почему здесь плитки не хватило. Вот такая стихийная пепельница, застройщика. Вот они ходят, курят. Ну так заберите свое говнище. Почему на это все должны смотреть. Вообще курить это вредно. Ну вот, конечно, такой, скажем, променад. Но ощущения от нового дома вообще нет, потому что, потому что он, знаете, такое ощущение, что его то ли на капремонт, то ли его разбирают, чтобы построить новый современный дом. Не знаю, почему можно сделать насыпные на Васильевском острове, и почему можно построить, строить, разрешать строить, издавать вот такие дома, которые по мне смотрятся несовременно, неказисто. Нумерация вот тоже, видите, всех помещений коммерческих на скотче. Ну, как-то впечатления положительного, к сожалению, у меня нет. Я расстроен, друзья. Пыль да песок. Вот здесь мы видим в центре кадра, что не хватило плитки. А чуть правее мы видим, что просто дырень закрыли, чем какой-то пленкой со скотчем. Молодцы. Ну, вот если посмотреть на возводимость, сейчас объект, то качество бетона, в принципе, нормальное, на 3, даже 3 с плюсом, я бы сказал. Не все так могут вылить. Мы видим керамический блок, это хорошо. Мы видим, что под окнами есть отверстие, там, полагаю, будут кивые. Ну, и, конечно, самая классная, вот она, дорога. Ближайшая дорога к этому дому. Вот они, пылевые бури. Вот все. То есть, даже ходить далеко никуда не нужно. Все на лицо. И заезд, конечно, вот там, получается. Объезжаешь капитанов, и вот там, по песку. Если у вас машина с низкой посадкой... Ох ты! Смотрите, смотрите, какая красота. О-о-о! Нормально. Вот так его, правильно. Засыпай песком, засыпай. Так и должно быть. А песка-то здесь, друзья, много. Песка здесь много. На всех на вас хватит. Окна открывайте пошире и дышите полной грудью. Всегда внимательно смотрите объекты, приезжайте. Если вы понимаете, что вот это никогда не сделает, вот этот песок будет лететь во му, в окна. Нужно думать об этом. Надо смотреть документы, когда, соответственно, проекты, когда это должно вообще быть закончено. А здесь нигде нет стенда, вообще ничего. То есть вот это будет еще, не знаю, 5, может быть, 10 лет. Нужно вам, чтобы вот здесь бегали дети, чтобы торчала везде арматура, все вот в таком виде было, чтобы эти были пустынные бури. Например, лично мне это не нужно. К сожалению, видя такие проекты, кроме отвращения, больше вот реально ничего нет. Ну, знаете, так обидно. Ведешь новый дом, а здесь вместо нового дома дом, который пора отправить на капремонт, а лучше демонтировать и построить новый и современный. Очень жаль, что застройщики позволяют себе так сдавать дома, а Гостроенадзор, соответственно, их так принимать. Ну и, конечно, считаю, что город должен брать на себя хоть наконец-то обязательства. И когда дом уже практически вводится в эксплуатацию, делать дороги, чтобы не по плитам вот так, друзья, ходить, а чтобы это нормальная была дорога, чтобы были нормальные тротуары. Вот сколько лет этим людям нужно вот так мучиться, чтобы добираться до своих квартир. Либо вот по дороге, получается, по кругу, вот там сейчас, вот там идти, где капитаны. Вот там по большому кругу, потому что там хотя бы есть асфальт и плиты. Ну, в общем, делайте выводы. Нужна помощь с недвижимостью? Обращайтесь. Напишите в мессенджеры или оставьте заявку на andreyartemov.ru Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк. Подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео, чтобы как можно больше людей увидело эту сданную новостройку. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА